Здравствуйте, это программа «Точка зрения», канал «Сиапульт ТВ», меня зовут Наиль Байков. Виртуальный шоппинг для кого-то стал уже настоящим бизнесом, а для кого-то приключенческим романом в духе такого авантюрного шоппинга. Что нужно знать о том, как правильно закупаться в зарубежных интернет-магазинах? Какие этому есть страхи и опасения? Для этого и позвали мы сегодня в студию наших гостей. Тайны интернет-шоппинга раскроет Максим Андрюхин, генеральный директор сайта bay.ru. Максим, приветствую вас в студии. Ну и опытный блогер, человек, который уже, наверное, не один товар купил за рубежом и знает все о том, как же все-таки самостоятельно закупаться, Влада Навескина. Влада, здравствуйте. Ну что ж, друзья, приятно вас сегодня видеть в нашей студии. Вы такие серьезные, вы такие молодые, вы, безусловно, сегодня, наверное, раскроете нам все свои тайны о том, как же правильно использовать то, что сегодня нам предлагает зарубежный рынок с точки зрения потребления. Это товар народного потребления, бытовая техника, мобильные гаджеты. Ну и, как вот я буквально на днях прочитал статистику, оказывается, на Украине порядка 40 процентов покупают ювелирные изделия. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас просто я хочу привести небольшую маленькую статистику, что в прошлом году агентство Data Insight опубликовало данные о том, что на доле онлайн-покупок на зарубежных сайтах приходится около 10 процентов всего объема российского онлайн-ритейла до 30 миллиардов долларов. И всех любителей онлайн-покупок 6 процентов хотя бы раз делали заказы в иностранных интернет-магазинах. Максим, вот вы представляете сервис, являетесь генеральным директором сервиса, который оказывает так называемые посреднические услуги в покупке тех или иных товаров за рубежом. Влада у нас такой вот самостоятельный шоппер. Но хотелось бы узнать и спросить вот какой вопрос. Почему вообще сегодня стоит покупать в иностранных магазинах? Это действительно так дешево? А если дешево, то о каких пропорциях, коэффициентах идет речь? Да, Максим. Ну, я скажу, что здесь есть несколько аспектов. И, как правило, это две основные причины, которые влияют на такое решение покупателя в пользу иностранного шоппинга. Первое, это когда такого товара в принципе, например, нет в России, он не может его достать. Это редкая или уникальная вещь. А второе, это когда он может купить этот товар значительно дешевле по сравнению с местным рынком. То есть, как правило, две основные причины, которые и мотивируют его. Ну, можно вопрос на вскидку, вот, да? ИП-2 купить здесь, а он уже продается, и купить там. Какая будет разница в цене? Может быть, от нуля до 200-300 долларов. Долларов, да? Но это не тысяча. Это не по себе стоимость. Наверное, нет. Хотя, зависит тоже от состояния, потому что бывает товар БУ, и здесь уже в принципе, вилка в разнице ценовая, она может больше. Спасибо, Максим. Влада, что тебя привело к тому, что ты стала закупаться за рубежом? Ну, конечно, это два фактора, которые назвал Максим. Ну, и плюс ко всему элементарная лень, которая двигает прогрессом. То есть, не надо идти в магазин, перебирать миллион вещей, толкаться в очередях. Можно просто, сидя за компьютером, не выходя из дома, что-то купить. Что-то купить, да? Ну, а с другой стороны, ведь, сходив в магазин, потолкавшись в очередях, ты всегда выберешь ту вещь, которая тебе понравится, ты будешь знать, что она, вот она у тебя в руках, ты оплатила покупку, и все. А через интернет же это все-таки страшно. Ну, я могу сказать, что в московских магазинах, по крайней мере, не менее страшно покупать вещи, потому что выбор гораздо меньше, естественно, поэтому выбрать то, что понравится, сложнее. А что ты любишь обычно покупать? Какие твои предпочтения? Через интернет или вообще? Через интернет. Ну, основная масса, это, конечно, одежда. Вот. Ну и книги, ну диски меньше, ювелирные украшения, технику никогда не покупала, но мне кажется, это было бы интересно. Я об этом думаю. Спасибо, Влад. Максим, сколько обычно, вот необычно, сколько на сегодняшний день насчитывается пользователей, которые успели уже совершить успешную и удачную покупку через ваш сервис, и что в основном они приобретают? Приобретают в основном автозапчасти, это самая большая наша категория, да, где-то 25% бизнеса. Причем это и как части, например, как колодки, да, для замены каких-то агрегатов, вышедших из строя, так и тюнинговые какие-то детали, то есть это популярно. Потом идет одежда и обувь, и на третьем месте у нас идет электроника, то есть возможны гаджеты, компьютерная техника и так далее. А о пользователях в цифрах можешь что-то сказать? Сейчас у нас около 200 тысяч клиентов. Около 200 тысяч клиентов. Хорошо, хотелось бы затронуть второй вопрос, он немаловажен, а именно вопрос доставки. Да, вот вопрос доставки отпугивает очень многих, да, ну, во-первых, эта доставка может оказаться довольно-таки дороже стоимости самого товара, отпугивает также сроки доставки товара, ну и, в принципе, вообще, будет ли товар доставлен, вот что вы можете на этот счет сейчас сказать полезного, воодушевляющего для наших зрителей? Совершенно верно. Ну, доставка – это, наверное, самый сложный элемент в этом бизнесе и для потребителя, и для сервисов, вот. Ну, в принципе, в нашем случае у нас есть несколько альтернативных партнеров, да, с помощью которых можно доставить, и у потребителя есть всегда опция, как поступить. Либо он выбирает, например, более дешевый и долгий способ доставки, да, либо он выбирает более дорогой, быстрый и гарантированный способ доставки. А бесплатного не бывает? Бесплатного, к сожалению, нет. Это у вас нет. А что на этот счет может сказать Влада? Бывает вообще бесплатная доставка? Ну, конечно. Я могу сказать, что китайские магазины, и в том числе СБ продавцы, очень часто бесплатная доставка. Вот. И, ну, наверное, самый известный магазин британский, Асос, у них тоже бесплатная доставка. Ну, а как правило, когда заказываешь товар, на что стоит обратить внимание, когда указывается доставка? Вот. На стоимость, не знаю, на известную марку, там, Федекс, ЕМС, или что, как вот несколько полезных, ценных советов? Ну, единственное, что я могу сказать точно, на ЕМС много жалоб, поэтому мне кажется, что предпочтительнее заказывать обычной почтой, то есть это USPS First Class или USPS Priority. Priority доходит быстрее, есть номер отслеживания. Так называемый трекинг, да? Да. Товара. Да. А насколько возрастет стоимость? Priority, ну, приблизительно долларов на 10, ну, на 20, не больше. Максим, что ты хотел добавить, да? Да, я хотел добавить, что к тому, что сказал Влада, еще стоит обращать внимание на политику самого продавца. Что включается в это понятие? Ну, во-первых, где он находится, потому что он может находиться где-то совсем рядом, а может находиться где-то совсем далеко. И, то есть, стоимость будет доставки разнится. Плюс, также политика возврата товара, да? Как правило, например, на eBay все продавцы, они подчиняются правилу возврата в течение 7 дней, а доставка эта, она занимает больший период. Здесь потребитель может столкнуться с той проблемой, что по вине третьей стороны, да, он получает товар поздно, и потом этот товар не подходит, и, то есть, с него начинаются какие-то проблемы. Не всегда продавцы идут на то, чтобы эти проблемы решить, но многие на это все-таки идут, потому что дело в рейтинге, и даже один негативный отзыв среди, там, многих тысяч, например, у eBay продавца, да, он может свою отрицательную влепту в его продажи дальнейшее внести. Спасибо, Максим. Мы с сегодняшней передачи решили, скажем так, открыть практику подключения людей извне, у которых есть какие-то проблемы, какие-то вопросы, и поэтому я сейчас представлю вашему вниманию. Владислав Сластен, человек, у которого там есть своя история, какая-то проблема с доставкой товаров, вот хотелось бы, чтобы мы сейчас услышали его вопрос, и вы дали ему совет, как же быть и как поступить. Владислав, добрый день. Хорошо, у меня вопрос следующий. Я неоднократно заказывал на eBay товары, но вот свела мне судьба с китайскими продавцами. Заказал я у них батарейку к своему телефону. Вот на протяжении полгода никак не могу ее получить. Была гора переписок, но тем не менее, воссыны не там. Что вы можете посоветовать по этому поводу? Да, спасибо, Владислав. Итак, что можно посоветовать человеку? Как быть? У меня встречный вопрос к Владиславу, чтобы лучше понять ситуацию. А вот те китайские продавцы, они на ваши письма отвечают, да, насколько я правильно понимаю? То есть какой-то ответ дается? Да, у нас была активная переписка, наверное, на протяжении месяцев трех, ну как активная, ну там, может быть, три-четыре письма было. Но вот с апреля китайский продавец замолк, и больше от него ничего не слышу. Хотя в рейтинге продавца он довольно-таки за 99%. Ну печально, достаточно много. А у него продажи продолжаются? Вы смотрите, в принципе, рейтинг у него растет или нет? То есть он, может быть, вообще пропал, а может быть, он не обращает на вас внимание. Вы знаете, не могу сказать, я так глубоко не пропал, вот хотел к вам, как специалистам, обратиться, что мне дальше делать. То есть там стоимость покупки не такая уж и большая, но есть неприятность. Есть принцип. Есть принцип, да. Да, есть принцип. Ну, я рекомендую, наверное, вам выставить отрицательный отзыв для начала, да, этому продавцу и объяснить ему, что вы его снимете только тогда, когда получите либо деньги обратно, либо заветную батарейку. Если этого не произойдет. Влада, может, у вас есть, как вот, встречались такие ситуации? Ну, когда прошло уже полгода, конечно, сложно что-то говорить, но eBay и, в принципе, поскольку на eBay оплата проходит через PayPal, можно открыть диспут в течение 45 дней, если не получен заказ. Вот, и продавец тогда уже, если он не отвечает на клейм, не игнорирует, его игнорирует, то можно перейти, перевести его в диспут, и тогда PayPal уже рассматривает это дело и возвращает деньги. Как правило, PayPal идет навстречу покупателю. А может быть, в какой-нибудь арбитраж eBay пожалуется, нет? Ну, когда прошло столько времени, уже, конечно, очень сложно этот вопрос решить, просто как бы на будущее, в следующий раз, лучше в течение 45 дней все-таки открывать клейм, вот, а потом еще дается месяц, чтобы перевести его в диспут. На рассмотрение вопросов, да? Да, да. Владислав? Ну, по словам китайского продавца, он мне отправлял этот товар уже три раза, и три раза он ко мне не доходил. Вот этот месяц считать от первоначального моего заказа или же от последней отправки китайцам мне товара? То, что он мне написал, по крайней мере, в письме. Ну, насколько я знаю, после оплаты, в течение 45 дней. И от продавца нужно требовать, чтобы он в следующий раз отправлял с трекингом, отслеживаемой почтой, и тогда будет возможность доказать, что отправлял ли он на самом деле этот товар. Если он затерялся, то затерялся он где? И уже исходя из этого, можно с этим вопросом разобраться. Хорошо. Владислав, большое спасибо за вопрос. Надеюсь, тебе ответ был полезен и положительным. Влада, также тебе спасибо. Максим, тебе спасибо. Ну, а у меня добавочный такой вопрос. Наверное, чтобы не происходило вот таких вот ситуаций, да, как у Владислава, надо, наверное, использовать сервисы, как ваш? Максим. Ну, в принципе, я, конечно, рекомендовал бы, и тут зависит от предпочтений, от опытности, да, покупателя, от его желания получить сервис, но, в принципе, в таких случаях, поскольку покупатель имеет дело прежде всего с нами, да, а мы уже потом с продавцом на eBay или в любом другом месте, то здесь и ответственность, получается, она лежит на нашей стороне. И мы предоставляем определенные гарантии. В какую комиссию вы оцениваете свою ответственность и гарантии? У нас есть несколько видов услуг, да, самый простой, это где мы берем нулевую комиссию, он называется адрес США, да, то есть это когда человек покупает какой-то товар, например, на территории Соединенных Штатов, он может заплатить своей кредитной картой продавцу напрямую, да, и единственное, что не работает, это то, что он не отправляет за пределы Соединенных Штатов, и этот товар может прийти к нам на склад, и покупатель, соответственно, оплачивает только по тарифам доставки, да, это один вариант. Второй вариант, это когда оплата происходит нам, и мы этот товар окупаем, то здесь минимальная базовая комиссия, она составляет 9%. В принципе, немножко даже ниже рынка. Вот хотелось бы поговорить об оплатах и вообще о трудностях, да, перевода, денежных, вот, в частности, вот несколько лет назад основной проблемой для покупок, да, вот это отсутствие PayPal в России, да, насколько мне известно, сегодня PayPal уже так или иначе начал присутствовать, да, вот как обстоит дело сейчас? Как вообще оплачивать, ведь PayPal либо есть, либо его нет. Влада? Ну, завести аккаунт в PayPal не составляет никакой сложности. Для начала, все в России он есть, да, точно, потому что разрозненная всякая информация, я-то не пользуюсь. Он уже есть довольно-таки давно, ну, по крайней мере, когда я начинала свою деятельность шопоголическую в 2010 году, он уже был уверенно в России, то есть, могли пользоваться русские пользователи, привязать его к своей карте. Но единственное «но» нельзя было получить оплату на PayPal, то есть, на русскую карту через PayPal получить деньги было нельзя. Сейчас появилась такая возможность, то есть, если раньше продавец, допустим, переводил деньги, раньше можно было сделать возврат, просто деньги падали на карту. Сейчас деньги падают непосредственно на PayPal аккаунт. То есть, я самостоятельно могу, да, завести аккаунт PayPal и все, привязать свою кредитную карточку и нормально, да? Да, да. А также могу со своих, наверное, электронных кошельков, да, на PayPal закидывать денежку или нет такого? С русских электронных кошельков я не слышала, честно говоря, такой возможности. Насколько я знаю, Яндекс.Деньги точно нет, вебмани не знаю. Ну, спросим у представителей вебмани. А в случае, наверное, с сервисом БРУ, Максим, никаких проблем нет, оплачивай как хочу, через что хочу и все, да? А вы уже там сами с протовцом расплачиваетесь на удобной для него валюте. Да, совершенно верно. Получается так, да? Ну, что ж, раз уж трудностей-то с оплатами нет, Россия, как бы, довольно-таки твердо в этом плане стоит на ногах, хотелось бы перейти, наверное, к разговору о товарах, а именно об одежде, да? Ну, я опять же, Максим, задам вопрос вот, Владе. Влад, а как быть в том случае, если, предположим, там, заказаны вот такие вот красивые кеды не подошли, да, или блузка оказалась мала, или что-то еще другое, как быть в таком случае? Ну, большинство магазинов принимает возврат, то есть можно... Как он вообще совершается, вот эта вот вся процедура, операция возврата товара? К товару прикладывается форма возврата, как правило, или ее можно распечатать с сайта. Она заполняется, то есть отмечается причина возврата, вот, и отправляется по почте обратно. То есть я иду на почту России, запаковываю это все, да, несу накладные расходы, правильно? Да, ну, если, допустим, по вине продавца не подошла вещь, то есть она бракованная, или прислали не тот размер, вот, то некоторые магазины возвращают стоимость пересылки, ну, то есть это считается хорошим тоном. Вот, если вещь вам не подошла просто потому, что не понравилась, то, соответственно, вы несете расходы, отправляя ее назад. Ну, это не такие большие деньги, вот, поэтому это за самостоятельность, скажем так, небольшая расплата. Расплата. Да. Понятно. За такое приключение. Да. Максим, а как быть в вашем случае, если мне что-то не подошло, но вы оказали мне посреднические услуги? Действуют, в принципе, те же механизмы, да, мы гарантируем, что клиент получит именно то, что он заказал, но если это ему не подходит, то, к сожалению, здесь… Плыви, клиент, самостоятельно. Мы не можем делать возвратов, ну, хотя мы делаем, в принципе, я скажу по секрету, чтобы пойти навстречу клиенту и чтобы у него хорошее впечатление у нас осталось, но стандартная наша политика этого не предусматривает, потому что здесь мы как посредник свою задачу полностью выполнили, да, мы выкупили именно тот товар, который он заказывал. Когда он пришел к нам на склад, мы посмотрели, что это тот цвет, та модель, тот бренд, тот размер, который он заказывал, и отправили это человеку. А вот если по секрету, Максим, а как вообще регулируется российским законодательным ваша деятельность с точки зрения юридической составляющей, вообще вот эти посреднические услуги, они 100% легальны? Да, это 100% легально, и я просто объясню, что Бэйру является американской компанией прежде всего, да, и наша штаб-квартира, она находится в Чикаго, а в России действует представительство иностранной организации. Вот я знаю, что вы ведете какое-то сообщество, да, на какой-то в живом журнале, это виртуал-шоппинг, читая там 11 тысяч с лишним человек, больше 500-3 тысяч комментариев, и в частности в одном из этих комментариев на этом сообществе, а также вообще в сети я встретил такие рекомендации, что нежелательно покупать за границей продукции компании Apple, iPhone, iPad, iPod и прочее. Что это все равно, 100% исчезнет при пересечении российской границы, это так? Есть у нас такие проблемы? Я бы хотела сказать для начала, что я это сообщество не веду, я просто... Ну, его ведут все сообщества. Да, одна из многочисленных участников. Вот действительно, продукцию Apple очень рискованно покупать, бывает даже, что заменяют камнями, вот, причем вес точно соответствует посылке. То есть, до сих пор нельзя понять, кто этим занимается. На каком этапе, да? Да, на каком этапе это происходит, это же может происходить как с американской стороны, так и с российской стороны. То есть, кто-то сидит, грубо говоря, с мешком камней и точно подбирает по весу, чтобы посылка не вызвала никаких подозрений. Камни уже заранее заточены, отточены, уже все отшлифованы. Это очень странно, никто не знает, как это происходит, но это происходит тем не менее. Что еще нежелательно покупать? Что находится в зоне риска? Максим, может, есть ответ еще? Ну, я немножко дополню Владу с ситуацией с iPad'ами, это действительно большая проблема, и зачастую их заменяют камнями. Ну, в своей практике я видел кирпичи, насколько я понимаю, они соответствуют более-менее по весу, да, и, к сожалению, есть подозрения, что это происходит на российской стороне. Вот, но, тем не менее, я скажу, что в нашем случае это не больше трех процентов ситуаций таких возникает, и всегда, когда клиент, например, ну, нашего сервиса покупает планшетник, мы рекомендуем брать дополнительную страховку. Да, в этом случае мы возместим полный объем денег, хотя это даже происходит не по нашей вине, в случае его потери и прихода вот такого кирпича. Если говорить о других товарах в группе риска, то, в принципе, Влада очень хорошо все остальные назвала, то есть это так называемый хазмат, то есть товары, которые или взрывоопасны, или несут какую-то определенную угрозу при транспортировке. То есть это и парфюмерия, это и, ну, и остальные товары, которые запрещены для ввоза законодательством Российской Федерации, да, и для экспорта той страны, откуда этот товар идет. В принципе, скажу, что, например, россиянам очень повезло с антиквариатом, потому что Россия очень любит, когда возвращается на родину произведения искусства, да, и всевозможные предметы коллекционирования, а, например, те же Соединенные Штаты, они с удовольствием это выпускают. Хотя в обратном направлении это было бы не так легко, потому что мы все же охраняем. Хорошо, вот такой еще вопрос по поводу таможенных каких-то ограничений, вообще таможенных пошлин. Верно, что если стоимость посылки товара превышает 1000 долларов, я должен платить какой-то налог, ехать в таможню, подписывать там что-то, бумаги какие-то или что? Вот можете объяснить сейчас? 1000 евро, как правило. 1000 евро, да. Это 1000 евро. То есть, что может, ну как, что должен ожидать рядовой покупатель, когда он заказывает товар свыше 1000 евро? Какие нервотрепки и прочее? Ну, при заказе товара свыше 1000 евро он должен будет оплатить таможенную пошлину в размере разницы между ценой товара, да, задекларированной и вот этими 1000 евро. То есть, если, например, товар стоит 1500 евро, то он должен заплатить пошлину вот с этих 500, 500 евро. А, свыше 500 евро. Нет, свыше 1000. То есть, все, что свыше 1000, оно уже облагается. Ну, это мне нужно ехать в таможню, тратить время, да, вот все это, таким вот образом. Ладно. У вас были такие покупки? Нет, у меня не было таких покупок. Золото, бриллианты, нет? Нет, все укладывалось в 1000 евро. И надо заметить, что 1000 евро – это ограничение только если мы пересылаем Почтой России, если к нам в результате Почты России приходит посылка. Если приходит курьерская служба, Федекс, DHL, UPS, у них ограничение 200 евро. Иначе… То есть, все, что свыше 200, опять? Да, все подлежит растаможке, вот если человек не хочет этим заниматься, соответственно, посылка уезжает обратно продавцу. А деньги возвращаются? А деньги кто-то возвращает, кто-то не возвращает, но, в принципе, да, возвращают, но за вычетом доставки. За вычетом доставки. Наверное, как с каким-нибудь коэффициентом. Ну, раз уж, Влада, вы отвечаете, тогда, может быть, скажете, как вы лично отбираете интернет-магазины? Какие есть, может быть, какие-то ваши секреты, когда вы с первого взгляда видите, что, да, здесь покупать можно, нужно, это все хорошо, это все правильно. Поделитесь ценными советами. Ну, обращается внимание, конечно, в первую очередь на дизайн. То есть, сразу видно, это сайт профессиональный или его сделали за один день. Во-вторых, важно, принимает ли он оплату PayPal, потому что, если он принимает оплату PayPal, соответственно, уже больше доверия. Потому что PayPal возвращает деньги в случае недоставки товара, в случае бракованного товара, фальшивого и так далее. И если много жалоб поступает, то PayPal, соответственно, может устроить этому магазину большие неприятности. Вот, важно, указывают ли они контакты для связи со своим магазином. Ну, и, в общем-то, все. Максим, есть что-то добавить, может быть, к этим словам? В принципе, все очень логично. Хорошо, Максим, а как вообще велика конкуренция между посредническими компаниями, сервисами, одним из которых вы являетесь сегодня в России? Конкуренция сегодня есть, но у нас немножко, наверное, другая модель бизнеса. Каждый так говорит. Она включает несколько компонентов. Например, это как вот услуга Адрес США, которой занимаются, например, некоторые компании в России, только на ней специализируются. Это именно посредническая услуга, такая базовая. И эта услуга как некий сервис. Ну, если говорить об отличительных чертах, то тоже наша возможность доставлять крупногабаритные грузы. Вот, например, у нас заказывал пару лет назад клиент джакузи на 9 человек. Это очень большой предмет интерьера. И, как он нам сказал, он дом под него специально строил. Вот, в принципе, бывают такие забавные товары. И я не думаю, что каждый посредник в России может ввести товары таких габаритов. Плюс вот недавно тоже мы доставляли сюда яхту небольшую. Ну, а почему бы и нет? Если заложить стоимость доставки как бы с измеримой, там, с 30% стоимости яхты, я думаю, можно и самолет привезти. Все равно гораздо выгоднее получается. И, в принципе, там просто рынок гораздо больше. Хорошо. Влада, какие вообще существуют возможности, варианты оптимизации покупок? Ну, опять же, обществу известно, что вот существуют какие-то совместные покупки, которые значительно снижают стоимость товара. То есть, я с кем-то объединяюсь. Вот что-нибудь слышали об этом? Можете рассказать? Да, конечно, я об этом слышала. Но, как правило, это, я не могу сказать, что очень выгодно, потому что я могу рассказать об одной закупке. Закупали шоколад. Так. Вот. Там шел процент, естественно, организатору закупки. Почему-то не учитывался скидочный код, который был общеизвестен. И, к тому же, там к заказу на определенную сумму причиталась определенная доля подарков. Бесплатного шоколада. Это тоже почему-то не оговаривалось. То есть... То есть, кидалово. Ну, не сказать, чтобы совсем, но можно, наверное, сказать и так. Ну, если объединяться, мне кажется, то лучше объединяться с друзьями бесплатно, которые, скажем так, лишнего не возьмут. А так, где-то там, в каких-то сообществах. Ну, и к тому же, мне кажется, это чисто технически не очень удобно, потому что надо сначала перевести деньги на карту незнакомому человеку, объективно говоря. И потом каким-то образом этот товар забирать, приезжать, может быть, в какое-то неудобное для себя место. Поэтому, мне кажется, это не очень удобно. Ну, что ж, друзья, я хочу вас поблагодарить за действительно очень важные, серьезные, полезные ответы. Практически сейчас осветили всю область онлайн-шоппинга, интернет-шоппинга. Надеюсь, что для наших зрителей, если и возникли дополнительные вопросы, они их могут задать на страницах присутствия канала «Сиапульт ТВ» в социальных сетях, в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши гости обязательно на них дополнительно ответят. Возможно, что-то ускользнуло от нашего внимания, как редакции. Возможно, что-то вы хотите добавить, может быть, так сказать. Ну, что ж, время у нас есть. Мы еще можем встретиться неоднократно и выяснить какие-то дополнительные существующие вопросы наших зрителей. Вас же хочу поблагодарить, пожелать вам счастья, процветания каждому в своей области и направлении. Удачи вам большое. Спасибо, друзья. Спасибо. Ну, а вам, дорогие друзья, хочу сказать, не бойтесь, экспериментируйте, рискуйте, пробуйте. Ну, самое главное, вот, на мой взгляд, что имеет значение в виртуальном шоппинге, это, безусловно, знание того языка, где вы приобретаете товар. Тогда вы будете и вооружены, как юридически подкованно, так и словесно. Вы будете понимать, что вам предлагается, как вам это предлагается, ну и принимать самостоятельное решение. До новых встреч. Это была программа «Точка зрения». В студии был Наиль Бойков. Пока. И не переключайте свой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»